Здравствуйте, товарищи! С вами вновь сет. Это вновь безумный Mass Effect 3. Собственно, продолжаем проходить и, как видите, мы на корабле и нету ни Кенета, или как там его зовут, и Дон, или, в общем, Кен и Гэбби, как-то так их зовут примерно. И вы можете подумать, о боже, неужели снова коллекционеры похитили команду, потому что, видите, Таль тоже нету, и их нету, никого нету, но нет. Правда в том, что они здесь, внизу, сосутся. Как-то так. О, капитан! А мы тут теплоотводы проверяли. Я так и понял, вольно, собственно. Да. Шепард. Ну и, думаешь, Шепард заметил? Не должен был. Я смущена. Все? Окей. Но это еще не все. На инженерной палубе нас ждет еще одна интересная вещь, которая, собственно, вот в чем. Это не правда. Мы сами добились всего в галактике, говорит Азари. Нет, Риса, очевидно, Азари, твой народ взял знания моего народа через маньяк, который мы нашли на Тессе в прошлой серии, напомню. У меня есть имя, я Леара Тисони. Попрошу ввредь так ко мне и обращаться. Нет, ты этого не стоишь. Хватит уже на сегодня смертей. Ну, как вы понимаете... Ну, это на самом деле, то есть, братане экспериментировали над Азари, видели у них потенциал, а потом перестали вмешиваться в их жизнь, потому что их уничтожили. Ну, они понадеялись то, что Азари слишком примитивными, посчитают женицы с 50 тысяч лет назад. Ну, в общем, так и произошло. Как вы видите, у братан тоже есть врожденные способности к биотике, хотя она у них немножко отличается от этих. От местной биотики она не синяя почему-то, а зеленая, хотя... Ну, в общем... Ей сейчас не просто, как и всем нам, а будет хуже. Нам некогда возиться с расстроенной Азари. Или мы отправимся от этого поражения, или умрем. Да, так что... Есть у нас тут явик. В прошлой войне я знал поражение. Пусть эта неудача усилит ваше стремление к победе, капитан. Если нам суждено одержать победу, она будет за все циклы. Живые отомстят за мертвых. И не печалься о судьбе Тесси и капитан. Потеря планеты ничто по сравнению с потерей галактики. Паша Азари знает очень мало, для того, чтобы считать... Для того, кого считает экспертом по протанам. Да. Ну, собственно, вот так вот. Ну да, это, в общем-то, все. Ну, теперь можно поговорить, конечно, с Лиарой. И с Талли. Она отправилась прямо в свою каюту, она не отвечает на вызовы, она с Гарусом позарит. Тут можно поддержать Талли, но поддержать Гаруса нельзя, но для этого, вернее, надо далеко, наверное, туда идти. А это неудобно, поэтому просто поддержим Талли. Я схожу поговорю с Лиарой. Спасибо, Шепард. Хотя, да, наверное, здесь нету поддержать Талли, это просто поговорить с Талли правильно было, а не поддержать. Я всю свою жизнь изучала протеан, если бы мне раньше увидеть маяк на Тессии. Чтобы его понять, понадобился бы шифр, открытый Шепарду. Я бы все равно многое узнала. И вместо этого моя мать скрыла от меня самое важное археологическое открытие в галактике. Наверное, когда я стала заниматься протеанами, она почувствовала иронию. Наказание за сокрытие элементов техники протеан самые строгие в секторе космоса Совета. Возможно, Мать просто хотела вас защитить? Возможно. Спасибо, Иди. Мне это не приходило в голову. Как это произошло, Шепард? Неужели я решила, что Азари справится? Что Совет защитит их? Или я просто так увлеклась катализатором, что забыла о своем народе? Лиара, ты не имеешь ничего общего с нападением на Тессию. Ничего общего? Я обещала жителям Тессии, что мы спасем их. Сколько же Азари погибло из-за того, что я попросила их помочь? Много. Ну, ничего страшного. Погибнет больше. Горевать будешь потом. Лиара, ты нужна мне здесь. Мне нужна твоя помощь в поисках катализатора. Я не могу забыть о том, как был разрушен мой дом. Я не предлагаю тебя забыть, я просто хочу знать, готовы ли ты к следующей операции. Конечно. Хорошо. Хорошо, я хотел убедиться. Если честно, я буду рада хоть чем-то заняться, лишь бы выбить это из головы, Шепард. Ну, Шепард отличный психолог. Надавил на нее, типа, хватит ныть, что теперь будет Сазари. Что тебе? Совет должен был раньше эвакуировать Тессию. Почему бы и нет, в принципе. А, ну вот, опять сейчас у нас есть поддержать Тали. Написано, да? А, не, не написано. Надеюсь, она скоро поправится. Спасибо, что поговорил с ней. Никто из нас не знал, что сказать. Сказать особенно нечего, но рядом с ней кто-то должен быть обязательно. Так, ну, поговорить-то особо тоже не с кем. Ну, давайте, допустим Эшли, но я полагаю, ей пофигу будет после. Ну, на все это. Тебе ж пофигу, как всегда, да? Прости, Шепард, жаль, что мы не смогли большего. Все нормально, мы справимся. Все, да? Полагаю, мы знаем, что сейчас с Лиарой. О земле, думаю, понимаешь. Ну, нет. Это большая потеря. Зато мы спасли тутчанку. Тоже неплохо, правильно? Ну, собственно, нижнюю инженерную палубу, как вы видели, там, этот, э... Гебби Дэниелс, или... Вечно забывая имя этого чувака, инженера. Мы узнали, для чего она нужна, потому что там тоже за все события, кроме того, что мы находим хомяка, там только эти двое. Но вот эта комната, она не дает мне просто покоя с кружкой без текстуры. Ну, блин. Я хочу увидеть, что там. Что там будет, или могло бы быть, или... Типа того. Я даже не знаю. По-моему, больше не с кем особо поговорить. Мы сейчас полетим на святилище. Скорее всего. И... Да, но перед этим нужно... Перед этим нужно на Цитадель слетать, потому что я не уверен на самом деле, но на святилище будет Миранда. Спойлеры. И она там будет, и... Очень многое зависит, на самом деле, от того, сообщим ли мы ей всю информацию. Типа... Мы уже, на самом деле, сообщили ей всю информацию. Мы сказали... Предупредили о Кае Ленге. Предупредили... Обо всем предупредили. Так что, по идее, она должна выжить, но... Как я уже сказал, я разорвал с ней в начале отношения, и... Поэтому теперь... Не факт. Посол. А шо посол? Мы везли ваших людей из Декуны. Искренне благодарны. Спасибо за помощь, капитан. Мы перед вами в неоплатно долгу. Ну, собственно, как я и сказал, обычный маяк запустил на планету. Все. В общем, да. Не собираюсь я слушать этот диалог. Я собираюсь зайти в спектр статус рекогнайз. И... Здесь... Ну, как видите, с Мирандой связаться нельзя. Одобрение гражданских консультаций. Но это совсем не то. Но, опять-таки, это для... Службы защиты Цитадели. Вернее, для защиты... Отряда защиты Цитадели. Финансовый отсчет. Предназначен исключительно дипломатического доступа. Чё это такое? Тут ничего нельзя подтвердить. Зачем мне это дерьмо нужно? Финансовый отчет. И руны один. Или один. Не знаю. Выдает займы финансовых цитадей. Но если война не закончится, неизбежно. Может, это какая-то важная инфа для меня. Я, типа, понятия не имею, но... Выглядит как что-то неважное. Ладно. Возвращаемся, значит, на Нормандию и... И всё. Вообще, я так подумал, что, наверное, серию со светилищем нужно посвятить полностью этой миссии. А я тут уже 9 минут потратил на всякую болтовню и тому подобную фигню. И поэтому решил выполнить немножко побочного. А именно... Вот у меня тут есть, как видите, кеплеровский предел, который у меня ещё не изучен на 100%. Всё вокруг-то изучено уже на 100%. Хотя и вот нубийский простор. Прям простор для нубов. Да, я хочу показать, как это вообще выглядит, собственно, изучение вот этих... Ну, как-то, систем на наличие всяких побочных миссий. Ну, это не самое подходящее, на самом деле. Здесь у нас сразу даётся миссия, и больше в этой системе ничего нету. А вот в нубийском просторе, по идее, должно быть что-то вкусное. Но, опять же, могу ошибаться. Возможно, я уже всё исследовал. Нет, как видите, не исследовал. Здесь есть не исследованные... Колобша, Киртаси. И всё? Всего 2, да? О, Прагия? Здесь мы с Джек, значит, были. Дакка. Я уже забыл, то есть... Но Прагию я помню. Ну, ладно, я предпочитаю не начинать исследование с первой системы, самой главной. Я предпочитаю лететь в какую-нибудь вторую систему. Вернее, нубийский простор, это, получается, скопление систем. Вот, Дака. И, как видите, я одним сканом сразу же 2 нашёл, и это хорошо. Скорее всего, здесь всего 2 будет этих. Место с ресурсами, так называемыми. Вот, на планете мы запустили маяк. Ну, как правило, в каждой системе их 2. Один это вот такой вот маяк на планете. Фрегат Альянса Трафальгар мы нашли. Трафальгар. В честь площади. И, соответственно, увеличили военные ресурсы. Да, так это и делается. Не только выполнять основные миссии. Вот, 50%. Ну, и остальные 50% это разрушенный топливный склад. Мы восстанавливаем аж 50 горючего. Ну, на самом деле, цифры бывают разные. От 50 там до, я не знаю, по-моему, 750 самое большое, что я находил в такой системе. Ну, и судя по тому, что 33% ресурсов получено, можно понять то, что... Каждая вот эта система дает по 33%, скорее всего, значит, в каждой системе по 2 вот этих вот пункта. Вот, на планете мы нашли. Ну, естественно, опять-таки, видно, насколько активны жнецы в этой системе. То есть, я сейчас один раз просканировал, и у меня больше, чем на 50% заполнилась эта шкала. Это значит, что когда я просканирую второй раз, жнецы по-любому у меня разведут ряд морской пехоты Альянса. Ну, а так же делаются, в общем-то, и побочные. Вот, видите, 50% получено, но я только один нашел, и теперь мне надо найти еще один. Сканирую, и... О, и писечки прям... Прям полмиллиметрика, вы, наверное, даже этого не видите, потому что качество похуже, но... Прям писечки не хватило. Ну, и вот, я нашел эту фигню, но оттуда летят жнецы, и я, типа, должен от них убегать. Они, естественно, все быстрее и быстрее начинают летать, и они догонят рано или поздно, если от них не уйти. Поэтому надо уйти на сверхсветовую, типа, скорость. И, как видите, если я сейчас зайду снова в эту систему, то меня кинет в другое место, не оттуда, откуда я прилетел. А я хочу, чтобы меня кинуло туда, откуда я прилетел. Для этого нужно просто развернуть корабль на 180 градусов, и меня кинет примерно туда же, откуда я, ну, улетел. Ну, не прилетел. Ну, здесь 300 горючего, то есть полностью восстанавливаем. И драпаем отсюда, потому что, ну, соответственно, если жнецы догонят, то это, типа, смерть, все, конец, easy end. Ну, это, на самом деле, не страшно, потому что автосохранение каждый раз, когда ты заходишь в систему, то есть меня бы не кинуло куда-то там в жопу мира к выполнению какой-нибудь другой миссии. Ну, вот здесь, соответственно, две этих. На Праге мы что-то найдем, ну, и здесь топливный склад будет. Вот так вот, в отличие от второй части, и выполняются все эти миссии. А, миссии. Здесь мы нашли данные исследования с Праги, и, собственно, я полагаю, то, что там будет что-нибудь, типа, увеличение здоровья или увеличение... Нет, увеличение мощности умений и увеличение восстановления, скорости восстановления умений на 5%. Ну, потому что это Прагия, там, биотиков изучали, соответственно, там, бонус должен быть связан как-то с умениями. Во всяком случае, я так думаю, давайте проверим. Так, ну и вот, Прагия, бла-бла-бла, сохранились два контейнера с образцами каким-то, единственный стерживающий фактор, курс лечения, короче, скорость восстановления умений и урон от умений. Как же я догадался. Ну, и, на самом деле, давайте посмотрим, какие у меня уже улучшения есть. Насчет умений. Скорость восстановления, скорость восстановления, урон, 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 скорость восстановления и урон от оружия. Урон от умения 2, скорость восстановления умений 3. Ну и давайте сбалансируем, сделаем урон от умений, еще плюс 5, а теперь у меня 3-3 улучшения. Прям как в Варкрафте, типа, да у меня арчорки на 3-3 грейджнуты, грейдануты. Ну, или как-то так. Ну и давайте миссию побочную пройдем на Онтором, центр связи. Как всегда, миссия на мультиплеерной карте, собственно. Приземляемся. Здесь мы будем сражаться против Цербера. Этот костюм, кстати, Ляры мне совершенно не понравился внешне, поэтому я продолжу брать ей вот этот. Хотя, возможно, имеет смысл взять какой-нибудь такой. Нет, думаю, что не имеет смысл. Возьмем такой. Все-таки у нас война идет. И одевать военных в броню, это довольно логично, как я считаю. Видите? Все в броне. Так, тут у нас улучшений пока никаких нету, но скоро я получу уровень. Прямо на этом левеле, скорее всего, и получу. Потому что, насколько я знаю, на этом левеле много плюсов. Капитан Цербер захватил один из наших секретных центров связи. Все операции в этом регионе полагаются на данные с радара. Что нам известно, мы получили информацию о технике, выжившем после нападения. Грей Сато. Она прячется в бункере за пределами центра. Гражданская? Да, сейчас свяжемся с ней. Мисс Сато, что у вас сейчас происходит? Я прячусь, но кроме меня здесь никого нет. Они пытаются взломать наши системы, чтобы проникнуть в операционные протоколы Альянса. Я следую за их действиями, но они меня обязательно найдут. Держитесь, мы скоро будем. Да, есть, капитан. Так, не лучший вариант, но помочь нам может только она. Ну и, опять-таки, в этой сети хранится очень важная информация, капитан. В чужих руках она может быть смертельной. Я обо всем позабочусь, адмирал. Рассчитываю на вас, конец связи. На самом деле, Грей Сато что-то очень-очень знакомое, но не могу вспомнить, что... По-моему, это даже не из этой игры, то есть персонаж. А из каких-то звездных войн, что ли, Грей Сато. Но... Но я не могу вспомнить. Уж извините. Так, нет, ты не поставишь свое дерьмо. Нормально. Я выслал вам координаты ближайшего терминала, с которым возможен взлом. Так, Эшли. Давай-ка ты. Так, гранаты какие-то летают. Так. Хватит уворачиваться. Я, если честно, не понял, какого черта Эшли сама захотела использовать способность. И какого черта она ее использовала. Сразу же после того, как захотела. Да кто? Кто по мне стреляет? Я не пойму. Ты, что ли? Какой подлец. Посмотрите, что творит. Захотел, пострелял по мне. Ну и я уже, кажется, вижу что-то прекрасное. А именно, мне показалось. Или нет, нет, не показалось. Аптечка, собственно. Моя любимая вещь. То, что греет мне душу. 300 опыта. Они того стоят. Место бои с боеприпасами, собственно, лежит там же, где и в мультиплеере. А вот и хреновина, которую я должен взломать. Крепитан Шепард, щелноки Цербера прочесывают сектор. Я думаю, что они ищут меня. А у тебя высокое самомнение, знаешь ли. Так, ну как видите, тут еще есть аптечка. Более того, на этом уровне еще много аптечек. Так, где враг-то, собственно? Где враг? Кого убить? Как говорят. В том же третье. Так, вот это я ненавижу дерьмо. Твою мать, как вы его пропустили ко мне? Никакой поддержки со спины. Где еще враг? Наверняка где-нибудь. Прямо возле меня, да? Нет, тут вроде... Вроде чисто. Ладно, запусти его. О, космос Леар. Ну вот, судя по карте, они где-то... Где-то чертовски рядом. Ну и так и есть, как видите. Но... Искусственный интеллект напарников тоже, на самом деле, не самый... Клевый. Так. Так, стоп. Мне показалось, что это... Эшли. Да, видите, они видят типа врагов, но... Враги находятся на другом уровне, поэтому им как-то тяжеловатенько с ними справляться. Просто потому что у них слабо, видать, развита вот эта вот фигня. Полетай. О, улучшения какие-то. Чё прикольное в этой миссии, здесь никто не подгоняет, и можно просто бродить и собирать, что ты хочешь. Я вон ещё аптеку, например, вижу. Так, это патроны мигают. Такс. О, левый лапс, собственно, о чём я и говорил. О, аптеки просто так раскиданы, это... Такое ощущение, как будто они сказали... Конец игры, а ты не успел поднять себе там 30-й уровень? Вот тебе миллион аптек. Поднимай на здоровье. Или они готовят к чему-то важному, может быть, к битве с боссом, например, Атласом. Главное, на самом деле, на стенные аптеки не пропускать, как вы понимаете, они самые... Ну, больше всего дают опыта. Щитам и барьерам вероятность паралича. Ну, вероятность паралича нет, на самом деле. Ну, это вообще всё довольно бесполезно. И для Эшли довольно бесполезно качать эти дезинтегрирующие патроны. И для Лиары, деформирующие патроны, качать бесполезно. Ну, это я просто так, чтобы... Просто чтобы было. Хотя, возможно, деформирующие патроны против Банши были бы неплохи, в принципе. Так. На самом деле, вот это хороший уровень для снайпера в мультиплеере. Мисата, ответьте. Мисата, вы слышите? Слишком напуганно, чтобы прервать радио умолчания. Нам нужны окончательные координаты. Грейс, послушайте. Не могу говорить, они что-то там снаружи. Если вы опустите руки, погибнут тысячи. Скорее скажите мне всё, что нужно. Да, есть, Капитан, обновляю координаты. Но если вы успеете меня спасти, поспешите, пожалуйста, Капитан. Думаю, я смогу её достать. Давай. Картес. Хочет спасти даму. Да как же ты выжил после всего, что я с тобой сделал? Как он выжил? Почему ни одного пиотического взрыва не произошло? Технического. Я же два этих сделал. Ну, просто посмотрите. А теперь куда он делся? Вот. Сразу же. А я в них сколько патронов-то в тот раз всадил? Я бы уж побольше, чем сейчас. Почему-то никто из них решил, что им не надо загораться. Вот как это всё должно происходить. Отстрел серберов-сербер. Как он вообще умер? Как умерла Ляра, вот в чём вопрос. А, вот как они, да. Материализация. Материализацию я люблю. По-самом деле... Твою мать, ты что тут делаешь? Где она умерла? Почему она там умерла? Почему они не бегают за мной? Вы напарники или кто вообще? Я ваш командир или... Ну, чёрт вообще. Конечно, это клёво. За мной, за мной. Там ещё и этот, блин. Фантом. Я думаю, имеет смысл на самом деле немного их отсюда поотстреливать. Вы, кстати, заметили то, что с щитами чуваков вообще нет? Так, фантомка. А, полетай. Малютка. Полетай, повзрывайся. Твою мать. Знаете, что бы я хотел? Напарников, которые прикрывают мне спину. Но я понимаю, что это нечто... Невообразимо сложное. Лучше за мной будет бегать враг, а вы будете стоять за укрытиями. Причём, я хотел сказать, стоять там, где нет вообще врага, но, как оказалось, враг тут есть. Всё? Кажись, на этом мы закончили. Кажись. Капитан, они почти открыли дверь, помогите. Ведь я займусь, капитан. Зона зачищена. Подберу Мисс Сато. Потом вернусь к вам. Ломай это дерьмо. Оно не взрывается, оно прозрачное. Чёрт. У него нету... материи. Это что-то суперкрутое. Нанотехнологии. Станция связи безопасности и операции в этом регионе, чё-то там, не так-то просто продолжать в том же духе. Как дела у Мисс Сато? Она попросила, чтобы её перевели в ближайшую станцию Альянса. Кажется, нападение Церпер её не напугало. Отличная работа. Конец связи. Ну и, собственно... Не помню, кто такая Грейс Сато. Может быть, здесь нам сейчас расскажут? Она, наверное, в горне, да? Так, система корабля серого посредника, грузовые корабли терминус. Это то, что мы нашли на этих всяких... Она в Альянсе, значит? 103-е подразделение морской пехоты, 3-й флот Альянса. Чек, бла-бла-бла, 5-й, комплексы связи. Где Грейс Сато? Может, она инопланетян? Инопланетянин вообще. Нет, кажется, её просто не существует. 6-800. Ну, неплохо, неплохо. Неплохо. Уже 6-800. При том, что я ещё не совсем закончил. Ладно, как-нибудь в следующем видео я, скорее всего, расскажу, кто такая Грейс Сато, потому что, ну, блин, слишком уж знакомое имя. И слишком уж я плохо помню, откуда она. Чё скажешь, командор? Есть ли у нас тут ещё что-нибудь интересного, на самом деле, на глобальной карте? В этой системе, скорее всего, больше ничего найти не получится. Да, обычно в системах, в которых даётся задание, сканировать нечего, собственно. Да, а вот все остальные у меня уже на 100%. Вот это скопление Нидмани на 100%, но там нету ничего. Это факт. Эту систему уже жнецы захватили, в неё нельзя переместиться. Прям полностью уничтожили, наверное. Хотя, каким образом? С помощью ретранслятора, может быть? Конская голова и бассейн Аннос. Ну, я думаю, что это тоже системы, в которых нету больше миссий. В любом случае, можно посмотреть вот так вот. Данные, задания, цитадель отпуск, шифры Цербера. А я должен был, кстати, найти эти шифры как раз-таки вот на этой вот миссии. О, приоритет горизонт, святилище. Да, вот на этой миссии я должен был найти шифры, но, судя по всему, я их не нашёл. Я, наверное, бегал и проэтовал, и слишком увлёкся сбором аптечек и не смог найти шифры. Но я знаю, на самом деле, другой путь. Ну да, собственно, если ты шлипошарый, то тебе помогут найти нужные вещи потом, просто после миссии, просто купить их в лавке Церб, этого спектра, или как это можно называть, кодекс шифром, и найти теперь надо того, кто их примет. Офицер Делк. Ну, собственно, Офицер Делк и примет прямо на этом же уровне, далеко бегать не надо, так что это будет последняя мини-миссия. Это такая сайт-квисты, так сказать. Серия, посвящённая сайт-квистам, показал вам, как они вообще-то делаются. Так, где этот офицер, которому нужно отдать чё-то? Ты не военный, ты военный стратег Азари, ты не офицер. Может быть, ты? Ты, ты тоже не похож. Так, четыре, подождите, четыре офисы посольства офицер Делк. Чё, неужто это этот? Ты что ли офицер? Ты похож на бомжа, прихожанина или кого-нибудь ещё. Кто-то из них должен быть офицером Делком. Но я, честное слово, не пойму, кто. Эй, офицер Делк. Но это не она. Это другая побочка, и я её уже выполнил. Какой-то кидалово, вам не кажется? Потому что ну, карта говорит, типа, что вот на этой вот зоне. Хотя четыре, возможно, это относится ко всей этой зоне, но опять-таки, здесь я тоже не вижу никого. Может быть. Вы офицеры? Ты дипломат, тебе я уже помог. Спасибо ещё раз, землянин. Ты похож на офицера, но ты не хочешь со мной говорить. Может, это какой-то глюк, и надо на уровень перезайти, я хрен его знает. Вот ты ходишь туда-сюда. Блин, по голове ударить. Я спектр, мне можно. Так, ладно, давайте попробуем туда-сюда, если игра сама не хочет помочь мне. Ну, каким-то же образом я взял этот квест, значит, где-то я его подслушал. Так, где теперь? Эй, не хочет. И эти два не хотят. Как некрасиво-то получается. Эй, нет? Ноль эмоций. Может, он в кабинете с этим сидит? Я не знаю. Может, кто-то из вас офицер. Ну, блин, он не там должен быть. Капитан Бейли, да. Капитан Бейли, и он капитан Бейли. Он не офицер. Должен признать, когда вот здесь возникает чувство защищенного, все ходят ошарашенные, я вот тоже хромаю, но не будет уже что-то там прежним. У Дина, ранение, война, бла-бла-бла, ничего нового и интересного. Как вы понимаете. Кстати, ты погибнешь. Ну, это так. Разрядить обстановку. И это что? Что? Это что, четыре, что ли? Это вот этот коридор огромнейший. Он относится не к третьему, не к первому, не ко второму, а к четвертому. Вот, четыре. Офицер дал. Четыре. Офицер дал. Четыре. Игра, ты выкручиваешь мне яйца. Вы из разведки, да? Я нашел эти коды шифрования инженера Цербера. Думаю, они вам пригодятся. Но, опять-таки, пятый флот Альянса. И плюс репутация. Как раз то, что нужно. Спасибо, капитан. Репутации-то мне только и не хватает, конечно же. Да. О, крио-патроны. А чё? Вкачаю, почему бы и нет. Мне три левела осталось. Я вот не знаю, за три левела я, по идее, никак не наберу достаточное количество очков, чтобы прям всё прокачать. Ну, и ладно. Возможно, имеет смысл вкачать себе как раз-таки и крио-патроны, потому что дезинтегрирующие, например, есть у Эшли, но мне впадло перераспределять и скидывать всё это. Так что, ладно. На этом закончим. Это вообще должна была быть короткая серия, но... Ну, нет, так нет. Я слишком долго искал офицера Делка, Белка, Дейла, не знаю. Короче, вы знаете, что делать, если вам понравилось. В следующий раз мы точно отправимся на святилище, на горизонт, там, где мы коллекционерам пинали задницы. Вот. Так что, да. Так что, вы знаете, что делать. Группа ВКонтакте в описании, в неё надо вступить. С вами был Сет, и... не хочет меня телепортировать. До свидания. Я встану вот на этом пейзаже, просто, цитадель, и... закрою дурацкий свет, чтобы он не светил так сильно, и... До свидания.